Привет, друг! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу у тебя спросить, на каком кадре движения выглядят наиболее естественными? Если выбрал вариант под номером 1, то можешь смело закрывать это видео, так как эффект строба тебя вообще не парит. Ну а всем остальным я расскажу, как и с помощью чего можно добиться таких плавных движений. А вся разница в этих фаргментах лишь в выдержке, с которой они сняты. Кадр номер 1 снят на 1250, а кадр номер 2 на 1.50. И как раз из-за слишком короткой выдержки мы получаем эффект дерганых движений. В киноиндустрии есть правило 180 градусов, согласно которому правильная выдержка, необходимая для естественного смаза движений, должна быть равна 1, деленная на 2 количества кадров, с которыми вы снимаете. Таким образом, ролики в 25 кадров в секунду мы должны снимать на 1.50. В динамичных же сценах допускается изменение выдержки вплоть до 1.00 или 1.02. С теорией закончили, переходим к практике. Для того, чтобы днем на улице нам выставить выдержку 1.50, при этом сохранить достаточно открытую диафрагму, потребуется отсечь огромное количество света. Как раз для этого в видеосъемке используются ND-фильтры. Главным же героем этого видео является ND-фильтр Zami HD Vario ND2400. Я его покупал еще в 2018 году на Алиэкспресс за 3.000 рублей. В то время еще не было ND-шников от Freewell с их офигенным качеством за разумные деньги. И весь выбор в основном был между дешманской Фодга и супердорогой Хоя. Но это не обычная серия ND2400 от Zami, а типа их HD-продукт, в котором используется супер-пупер крутое немецкое стекло. Светофильтр идет в комплекте с пластиковым боксом, с мягкой проставкой внутри. Классика по сути. Сам корпус ND-шника выполнен из авиационного алюминия. Все крутится плавно, ничего не закусывает. Все классно. Данный фильтр дает нам плавную регулировку затемления, вплоть до 8 стопов экспозиции. Но стоит помнить, что переменные ND – это два поляризационных фильтра, и на максимальном значении затемнения мы получаем эффект креста. Еще одним минусом является отсутствие стопов ограничителей в минимальном и максимальном положении затемнения. Было бы просто удобно. Как и любой другой нейтрально-серый светофильтр, ND-шник от Zami не лишен такого эффекта, как Color Shift или смещение цвета. На всем диапазоне затемнения данный эффект остается стабильным и составляет плюс 300 кельвинов по балансу белого и плюс 1 зеленое по оттенку. Все это согласно моей Sony A7 III. Частично данной проблемы можно избежать, просто выставляя баланс белого по серой карте прямо на съемке. Но стоит понимать, что, приближаясь к максимальному затемнению, мы получаем большую деградацию цвета. Так что же касается падения резкости. В 4К оно есть, и при этом достаточно заметное преувеличение в 200%. В относительно плохо детализированном Full HD, той же A7 III, падения резкости практически нет. Так что по итогу. Zami HD Vario ND2400 оказался неплохим нейтрально-серым фильтром, и его смело могут брать те, кто снимает большую часть проектов в Full HD. Для постоянной съемки же в 4К я бы уже смотрел в сторону светофильтров от Freewell, но это уже совсем другие деньги. Вот такой ролик у нас сегодня получился. Надеюсь, вам было интересно, не скучно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мои соцсети, делитесь своим мнением в комментариях. Всем пока, увидимся в следующих роликах.